МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куриные отбивные готовят к обеду. В 151-й школе работает цех доготовки. Это значит, что с комбината питания мясо привозят уже разделанным, овощи очищенными и в вакуумной упаковке. А уже конечный продукт, ну, вернее, супы, котлетки или макароны готовят местные повара. Все продукты хранятся, как и положено, по санпинам в огромных, что важно, разных холодильниках, не соприкасаясь друг с другом. Все овощи приходят в вакуумные упаковки, все закрытые, все со сроком годности. Поэтому заказываем мы продукт только на то время, которое нам нужно, на два дня или на один даже можно заказывать. Каждый день продукты можно эти заказывать. Поэтому все овощи, посмотрите, морковка, свекла. За день школьники съедают 900 котлет, 30 килограммов гулеша, только за одну смену более 100 килограммов картофеля. Вот, например, сегодня в меню борщ из свежей капусты со сметаной. Стоимостью 14 рублей 29 копеек. Куриное филе с сыром 39,59, гречневая каша 9 рублей 36 копеек. 10 рублей компот и 2 рубля кусочек хлеба. Комплексный обед 80 рублей. На перемене в столовую начинают перебегать школьники. Кто-то берет первое, второе компот, кто-то ограничивается булочкой. Все по-разному. Там есть сосиска, картошка и сверху это сыр. Вот такие подливки мне не нравятся. Картошки к макаронам. А картошка с макаронами и мясом-то нравится? Ну, если честно, еще не пробовала, но попробую. Это, конечно, образцово-показательная школа. Нужно еще учитывать и то, что из одних и тех же продуктов кто-то может приготовить кулинарный шедевр, а кто-то неудобоваримый суп. В управлении образования запустили масштабный опрос как кормят в школах. Вкусно или не очень? Везде ли соблюдаются нормы СанПИНА? Можно даже попросить прийти в школу с проверкой, если сомневаетесь, насколько качественно готовится еда для детей. Мы, конечно, спрашиваем родителей, насколько они довольны тем, как кормят их детей. Конечно, не все в нашей компетенции, потому что детское питание, питание, так скажем, общепита, это все-таки общественное питание, оно, конечно, нормируется нормами Роспотребнадзора прежде всего. И там очень жестко есть ограничения на некоторые продукты, очень жестко есть ограничения на соки, ну и так далее. То есть, поэтому все то, что попадает в школьное питание, оно, конечно же, попадает прежде всего из того, что разрешено. Может, и не везде вкусно, кое-где и некачественно, говорит заведующая Центром здоровья преддетской поликлиники Ольга Цымбалова. Для родителей дошколят в пору спецкурсы открывать и объяснять, что кроме учебной нагрузки остро встанет вопрос завтраков и обедов. Так вкусно, как в детском садике, точно не будет. Нельзя всю ответственность перекладывать на школу. И тем более странно спрашивается учителей, почему ребенок не ест суп, если дома супы и каши готовят редко. Дети не все едят, потому что многие не любят каши, кто-то не любит омлет, кто-то не любит творожную запеканку. А на вкус всех детей угодить невозможно. Я знаю, что многие комбинаты питания все-таки стараются учитывать вкусовые предпочтения детей и, конечно, не обходятся без хлебобулочных изделий, потому что наши дети любят булки, пирожки, различные сосиски запеченные в тесте. Но хорошо, что это все-таки запеченная продукция, а не жареная. В 151-й школе отказались от молочных и рыбных супов и манной каши. Ежедневно все это приходилось выбрасывать. Теперь недоеденного гораздо меньше. Но, повторюсь, так далеко не в каждой школе. Так что до 28 декабря советуем воспользоваться шансом и высказать свое авторитетное родительское мнение, как и что нужно менять. Телефон горячей линии управления образования на ваших экранах. Можно не только позвонить, но и оставить сообщение на сайте управления образования Красноярска в разделе «Горячая линия» или опустить записку в специальные ящики, которые уже появились во всех школах Красноярска. Первые результаты опроса родителей по качеству школьного питания станут известны в 20-х числах этого месяца. Дома для погорельцев поселка Стрелка обещают закончить 14 ноября. Уже 38 семей получили ключи, в 21 коттедж заехали новоселы. Владельцев еще трех домов администрация попросту не может найти. Сейчас важно протопить коттеджи, чтобы не разморозить коммунальные системы. Там, где жильцы еще не заехали, порядок поддерживают строители. В целом люди довольны и планировкой, и качеством жилья. Есть отдельные недостатки, связанные с отделочными работами и сантехникой. Специальная комиссия фиксирует все замечания. Их немного, и они будут оперативно устранены. Я считаю очень важным, принципиальным, когда мы добиваемся полного устранения тех замечаний, тех недостатков, которые у нас были по строящимся домам. Поэтому вот на два дня назад у нас было полностью устраненных замечаний по домам 12. Сегодня мне уже говорят 15. И думаю, как раз вот эти 2-3 дня, когда мы постараемся все замечания... Мы говорили, кстати, о 15-м. Думаю, что эта дата будет 13-й, когда мы все устраним. Есть и те, кто говорит, что их дома к проживанию непригодны. Правда, претензии генподрядчику выражают жители всего трех коттеджей на последней улице поселка. Здесь действительно самый низкий уровень готовности. Сроки сдачи сдвинулись из-за замены бригады отделочников. Предыдущие работники попросту не справились с задачей. По просьбе одного из хозяев коттеджей строители уже устранили с десяток недочетов, но пока так и не пришли к согласию. Был заменен утеплитель, из-за спан заменен, соответственно, все эти материалы, частично доски мокрые. То есть зашиты фасады, фронтоны, все, собственно, вот так. Но сейчас, говорят, по-прежнему мокрые провода. Ну, вы поймите, смотрите, дом строился в межсезонье. То есть были определенные условия непростые, как бы ни лето, ни, соответственно, ни зима. Поэтому дом требует необходимой сушки. А это требует времени. То есть дом надо топить, соответственно, пройдет время, и все это высохнет. В любом случае, генеральный подрядчик обещал в ближайшие дни закончить все необходимые работы. Другим темам. Всю неделю федеральные и региональные СМИ, а с ними и жители России, обсуждали приостановку предварительных продаж железнодорожных билетов в плацкартные вагоны на январь 2018 года. Те, кто хотел заранее спланировать поездку на новогодние праздники, не смогли это сделать. Вновь возникли разговоры о возможной отмене плацкартных вагонов. Сергей Доставалов разбирался в этом вопросе. Сначала ноября в России нельзя было купить билеты в плацкарт на январь следующего года, хотя железная дорога 2016-го продавала их уже за 60 дней до отправления. Причина — по новым тарифам не смогли договориться федеральная пассажирская компания, федеральная антимонопольная служба и Министерство транспорта России. Дело в том, что стоимость перевозок в плацкартных вагонах регулируется государством. На фоне этой ситуации многие пассажиры вспомнили, как в правительстве даже обещали и вовсе от плацкартных перевозок избавиться. Мол, некомфортно так в 21 веке ездить, чтобы все на виду. С Азией все понятно, там очень много жителей, а вот в России плацкарт сегодня выбирают в основном из-за стоимости. По информации российских железных дорог, 70% пассажирских перевозок приходится именно на этот класс вагона. Сейчас это социально значимая услуга. И за долгое время ее существования в стране к ней привыкли. Оказалось, есть даже поклонники именно плацкартных вагонов. Как в коммунизме едут все вместе, дружная команда едет. Евгений и Сергей едут из Читы и Иркутска, ведут спортсменов на соревнования и всю жизнь в плацкарте. Во-первых, потому что дешевле, во-вторых, колорит особый, а иногда и просто полезно. Новые знакомства именно тут легче всего заводятся. Конечно, с людьми встречаются. Да, общение с людьми играет большой урон, конечно. Общаясь со своими разными. Мы ездим часто, допустим, с разными людьми. Поэтому даже во многих городах, в Красноярске знакомые у нас ездят. Да везде. Да везде. И в Иркутске, в Красноярске. Да везде. На Алтае также везде. Я на 100 раз в Луану доехал, со спонсорами познакомился, которые до сих пор помогают. А вот Екатерине последний месяц пришлось почти каждую неделю везти в Новосибирск по работе. И признается, что Плацкарт выбирает тоже не только из-за цены. Исключение, когда попадается классная компания, с которой можно поддержать интересную беседу. Часто бывают люди, которые навязывают свое общение. И вот от них это все равно, что в такси ехать. Когда водитель, от которого невозможно никуда деться, с которым приходится как-то поддерживать беседу. Вот в Плацкарте как раз такую ситуацию избежать легче, чем в купе. Сейчас УФАС, федеральная пассажирская компания и Минтранс предлагают каждый свой тариф. В итоге вопрос решили даже вынести на заседание правительства. Как подчеркивает УФАС, если продажи не возобновятся, пассажирской компанией грозят антимонопольные дела. Принятие решения по уровню индексации тарифов на 2018 год отложено по инициативе Минтранса России. Вопрос вынесен на рассмотрение на совещание в правительстве. В соответствии с приказом Минтранса 19 декабря 2013 года, номер 473, продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется немереннее, чем за 45 дней до отправления поездов. В случае, если продажа дешевых билетов не возобновится до этого срока, ФАС России может завести дело по признакам нарушения части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции и злоупотреблении доминирующим положением. Между тем, нынешние плацкартные тарифы федеральной пассажирской компании, хоть и самые низкие, но сзади уже подпирают конкуренты, которым есть что предложить. Вот цена плацкартного билета в обычном поезде Красноярск-Новосибирск, почти 800 рублей. А вот тариф того же рейса у одной из авиакомпаний «Лоукостеров». Дороже на 228 рублей, а преимущество, например, для тех, кто едет в командировку, очевидный час-полтора в пути, и ты в соседнем регионе. Остальные авиа- и ЖД-тарифы на самые популярные направления также сопоставимы. Хотя полностью удовлетворить спрос авиакомпании, конечно, не смогут. Но если плацкартный тариф станет выше федеральной пассажирской компании, все же может потерять какую-то долю пассажиров. Однако на заседании правительства, которое прошло в пятницу, вопрос о тарифах не был рассмотрен. Напомним, что последний срок для принятия этого решения 17 ноября, то есть следующая пятница. И еще в железной дороге успокаивают пассажиров в связи с слухами об отмене плацкартных вагонов. Этот класс перевозок пока останется, но уже есть программа модернизации. Например, до конца года в пассажирское депо Енисейского филиала Федеральной пассажирской компании поступят 20 новых плацкартных вагонов. А 37 пройдет модернизацию и ездить в них станет комфортнее. Далее выпуски. Сто лет органам внутренних дел. Как зарождалась милиция в нашем крае, расскажем после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова